Весной этого года дом на улице Волжская, 59, только начинали строить. Уже тогда нарушения были обнаружены и на здание наложили арест. На бумаге решение есть, а на деле застройщик как будто не заметил запретов. Стройка продолжается по сей день. Очевидно, что дела тут идут хорошо. Четвертый этаж уже практически завершен. Судебные приставы и представители администрации города то и дело наведываются на стройплощадку. И в одно мгновение самострой, где еще недавно кипела работа, становится безлюдным зданием. Около полугода назад городская администрация обратилась в суд. Решение хозяина участка известно. Я уже, наверное, здесь в раз десятый. Мы молниеносно реагируем и предпринимаем все разрешенные меры по данному строительному объекту. Участок под индивидуальное жилищное строительство взял в оборот застройщик многоквартирного дома. При этом не оформлено никаких документов, дающих на то право. Еще на стадии проектирования было нарушено расстояние с соседними участками. А трехэтажный дом, как и предполагали в администрации, на глазах превращается в высотку. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города курорта Сочи и предостеречь от приобретения недвижимости в данном объекте самовольного строительства. Данным гражданином на территории микрорайона Мамайка осуществлялось строительство ранее двух объектов капитального строительства. Также в отсутствии какой-либо проектной документации разрешения на строительство. На ограждение здания баннер с телефоном офиса продажа. Это значит, что документы о запрете и даже решение суда для хозяев этого строения не повод останавливать работу. В просторах интернета информации еще больше. Вот проект будущего дома и цена за квадратные метры. Скорее всего продажи не остановят, чего не скажешь о строительстве. В ближайшем будущем, как заверяют в мэрии, самострой на Волжской будет снесен. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.